Ассаляму алейкум, друзья. В прошлый раз мы разобрали важную составляющую исламской экономической модели РИБА. Сегодня продолжим разговор об иных ограничениях, существующих в исламских финансах. Их вроде бы немного, но каждая из них существенна и имеет свой вес в данной экономической модели. Итак, с чего же мы начнем? Одним из важнейших запретов в исламских финансах, в исламской экономике является майсир. Это запрет спекулятивного поведения. Что это означает? Мы все, в принципе, понимаем слово спекуляция. Спекуляция – это купля-продажа чего бы то ни было с целью получения прибыли, с целью получения дохода от разницы цен между покупкой и продажей. Иногда мы называем спекуляцией торговлю. Но обычная торговля, скажем, товарами, она не является спекулятивным поведением с точки зрения ислама и, естественно, не запрещена. Торговля является вполне приемлемым экономическим поведением в исламе. Почему? Торговец покупает товар в одном месте, перемещает его в другое место, доводит его до конечного потребителя, в течение какого-то времени хранит его, упаковывает, продвигает, рекламирует. То есть торговец не просто покупает и продает товар, он еще и прилагает значительные усилия к тому, чтобы довести этот товар от производителя до потребителя. И в этом смысле обычная торговля не является спекулятивным поведением с точки зрения ислама. Спекулятивным же поведением с точки зрения ислама является купля-продажа чего бы то ни было без сопровождения этого процесса собственными трудовыми усилиями или собственными вложениями капитала. Чаще всего, когда говорят о спекулятивном поведении, приводят в пример торговлю на бирже. Причем не торговлю, направленную просто на приобретение или продажу какого-то товара или финансового инструмента. Тогда, когда в этом есть реальная потребность. Это нормально. А вот торговля, направленная на покупку и перепродажу финансовых инструментов или товаров в течение очень короткого времени и без реальной потребности. То есть, когда покупку и продажу совершает лицо, которое не производит этот товар, не потребляет этот товар, не является торговцем этим товаром, а просто является тем, кто хочет заработать на разнице цен. Ну, например, если я на бирже куплю, скажем, нефть или зерно, при том, что я не являюсь потребителем этой нефти, этого зерна, они мне не нужны и никогда не будут нужны. Я их покупаю только ради того, чтобы завтра, когда изменится цена, их перепродать. То есть, я надеюсь на изменение цены, пытаюсь на этом изменении цен что-то заработать. Вот это и есть спекулятивное поведение. То есть, торговля ради торговли. Торговля не ради удовлетворения своих потребностей или не ради продажи произведенного мной товара, а просто ради получения разницы в ценах. Это и есть мэйсир. Это и есть спекулятивное поведение, которое строго запрещено в рамках исламских финансов. Очень интересные условия. Святость договора. Что это значит? Это идеализированный вариант договора. Выслушаем Игоря Анатольевича. В любой экономике, в любой финансовой системе существует понятие договора. И, безусловно, в исламской экономике тоже отношения между сторонами любой сделки оформляются в виде договора. По отношению к договорам в исламской экономике есть одно специфическое требование. Это святость или нерушимость, ненарушаемость договора. Что это означает? Конечно, любой договор в любой экономике должен соблюдаться. Но в данном случае мы говорим о том, что договор не просто должен соблюдаться, а договор должен предусматривать невозможность для любой из сторон в одностороннем порядке изменить условия договора или отменить выполнение этого договора. Если договор заключен, он не должен предусматривать возможность ни для кого этот договор не выполнить. В этом и состоит принцип святости или принцип нерушимости договора, который характерен для исламской экономики. А сейчас поговорим о втором по популярности ограничении в исламской экономической модели. Итак, это гарар, то есть запрет неопределенности. Самый простой пример. Это продажа еще не выловленной рыбы или непойманной птицы. Следующий принцип, или можно сказать запрет, который применяется в рамках исламских финансов, это гарар. Под гараром понимается запрет неопределенности в экономических отношениях. Когда мы говорим о неопределенности, мы имеем в виду, что любая сделка, любой договор в рамках исламских финансов не должен содержать неоговоренных заранее условий. Например, если мы заключаем договор купли-продажи, то мы должны в этом договоре строго определить и цену этой купли-продажи, и количество товара, и его качественные характеристики. В рамках исламских финансов не может существовать договор, который содержит в себе некие условия, которые делают неизвестным заранее результат исполнения данной сделки для какой-либо из сторон. Например, если мы договариваемся о купли-продаже товара, но при этом цену товара не указываем конкретно, а говорим, что эта цена будет зависеть от каких-то будущих событий, которые еще не произошли и которые нам в данный момент неизвестны. Вот это уже будет договор, который содержит в себе элементы гарар, и, соответственно, этот договор должен быть запрещен. Он не может существовать в рамках исламской экономической системы. Как вы думаете, какое еще ограничение существует? Да, это знаем мы все. Запрет на инвестиции, нарушающий общественные интересы. А если сказать по-простому, запрещены любые финансовые операции, которые связаны с запрещенными шариатом видами продукции, будь то алкоголь, оружие, свинина и так далее. Важнейшим постулатом в рамках финансовой системы, соответствующей исламу, является запрет на любые инвестиции, запрет на любой бизнес, который нарушает общественные интересы или нарушает религиозные устои. Что здесь имеется в виду? Многие вещи запрещаются исламом или рассматриваются как несоответствующие этическим нормам ислама. Соответственно, никто не имеет права в рамках исламской экономики инвестировать в развитие данных видов бизнеса или в бизнес, который связан с данными вещами. В частности, что здесь имеется в виду? Нельзя инвестировать деньги в производство товаров и услуг, которые не являются халяль, которые не являются приемлемыми с точки зрения ислама. Например, нельзя инвестировать в производство алкогольных напитков. Точно так же нельзя инвестировать в организации, которые занимаются неправедными, неприемлемыми видами деятельности. Например, нельзя инвестировать в игорные заведения, казино, которые, безусловно, не соответствуют нормам ислама. Итак, сегодня мы узнали о таких ограничениях, существующих в исламской экономической модели, как майсир, гарар, а также запрет любых финансовых операций, связанных с запрещенными шариатом видами продукции. Таким образом, тему ограничений в исламских финансах мы с вами освоили. Согласитесь, не так уж это и сложно, как казалось изначально, не правда ли? Мы будем ждать ваших вопросов в наших социальных сетях. На сегодня на этой точке завершаем нашу лекцию и прощаемся с вами. Надеемся, что следующие лекции будут не менее интересны вам. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракатуху.